Издательство Бомбора. Океан книг. Фэй Симпсон. Тело актёра. Метод поиска и воплощения персонажа. Введение. Определение осознанного тела. Осознанным можно назвать то тело, чьё внутреннее естество подобно чистому бегущему ручью, чьи послания услышаны, импульсы активированы, а жизненная сила протекает через каждый элемент его сложной структуры. Физическая жизнеспособность представляет собой поток крови, эмоций и мыслей. Наши переживания позволяют распознать его. Но мы всегда хотим больше жизненной силы, больше ясности, больше страсти. Работа актёра заключается в том, чтобы изображать как величие, так и ужас жизни. Программа «Осознанное тело» предлагает процесс, который позволит артисту преображаться в многогранных персонажей. Даст способность справляться как с серьёзностью греческих трагедий, так и с нелепицей шекспировских комедий. Эта физическая техника направляет на путь, пройдя по которому можно открыть своё тело для всей полноты человеческого потенциала, а не для одной лишь его части. Основываясь на идее о том, что каждое тело обладает потенциалом для переживания любого человеческого состояния, «Осознанное тело» воздействует не только на физический, но также на ментальный и эмоциональный аспекты. Эта книга поможет актёру проанализировать человеческий опыт посредством изучения семи чакр. Энергетических вихрей, расположенных на срединной линии тела, и стимулирующих органы, нейрохимическую систему и сознание. Осознанное тело позволит овладеть особым видом мышления и научиться слышать тело, открывать себя и использовать силу чакр в соответствии с заданной ролью для создания прочной связи со зрителем. Одной из наиболее важных предпосылок, необходимых для того, чтобы начать описанный процесс, является способность актёра заглянуть внутрь себя. И научиться слушать без самоосуждения. Благодаря этому артист начинает распознавать все свои внутренние голоса, которые обычно заставляют замолчать властное эго. Разочарование, сексуальность, ярость, страх, стыд. Список можно продолжать бесконечно. Создают смелого актёра, готового выразить суть жизни. Зрители платят за то, чтобы увидеть, услышать и почувствовать реальность в её самых экстремальных и утончённых формах. Инструментами распознавания служат семь чакр. В этой книге вы найдёте подробные обзоры каждого из энергетических центров, а также упражнения для того, чтобы актёр смог осознать собственный способ их применения. В самом начале процесс может показаться чрезмерно простым, поскольку всё внимание фокусируется только на одной чакре и её характеристиках. Однако изучение техник осознанного тела поможет актёру создавать многогранных и сложных персонажей с помощью комбинации работы разных чакр. Прежде всего, мы, как артисты, должны препарировать самих себя, чтобы перевоплощаться на сцене в разные образы. Иначе все персонажи, которых вы играете, будут выглядеть неотличимо друг от друга. Одинаковое тело, одинаковые импульсы, одинаковые рефлексы. Метод осознанного тела поможет исследовать вашу энергию, сделав возможным осознание первичной, а также слабой или наименее используемой чакр. Великий психолог Карл Юнг вывел термин «тень» и подразумевал под ним скрытую в глубинах подсознания часть личности. К примеру, случайно проливающую кофе на отчёт или разбивающую мамину любимую вазу. Она противопоставлена внешнему «я», открытому миру. «Тень», живущая в нашем бессознательном, насмехается над нашими попытками быть хорошими. Этот вечный конфликт внутри нас самих, будто на одном плече сидит дьявол, на другом ангел, создаёт напряжение, вдыхающее жизнь в персонажей. Другая составляющая, которую можно выделить, это наш внутренний ребёнок. Капризное дитя обладает сильной волей, и его желания таяться где-то внутри взрослого. Может быть, ребёнка нужно обнять или оставить в покое, или выслушать. Но всё, что ему нужно, проявится где-то на маске взрослого. Она не представляет для актёра особого интереса. Самое важное скрывается под ней. Эти три уровня сознания – внешний образ, тень и ребёнок – являются материалами, из которых актёр вылепливает героя. Скомбинировав их, вы получите сложный образ, наполненный противоречиями. Осознанное тело – это прикладная техника для стремящегося к естественности актёра. Она способствует саморазвитию и позволяет с большей уверенностью контролировать игру на сцене. Но одновременно это тяжёлый труд. В какие-то моменты вы обнаружите, что вам захочется отложить прослушивание аудиокниги, потому что она заставит вас взглянуть на те части себя, которых вы предпочли бы избегать. Не торопитесь. Слушайте и останавливайтесь, когда хотите. Прислушивайтесь к своему телу. Позвольте ему самому решать, когда оно будет готово к следующему шагу. Шейна Фридман, одна из преподавателей осознанного тела, рассказывает о том, как вы можете повлиять на скорость обучения. Находясь в зоне паники или комфорта, мы сопротивляемся переменам и теряем способность прогрессировать. Мы можем учиться только когда находимся в зоне напряжения и открыты для риска. Практикуя осознанное тело, вы поймёте, как определять такие зоны внутри себя. Мы призываем вас изучить их, а потом, когда вы привыкнете, пойти ещё дальше и расширить границы зоны напряжения. Таким образом, вы будете самостоятельно регулировать темп роста и расширять диапазон изображаемых вами характеров. Уделяя время и внимание упражнениям в конце каждой главы, вы сможете улучшить своё понимание физических аспектов метода. Я также настоятельно рекомендую вести дневник в процессе работы с книгой. Записывайте наблюдения, сделанные на улице, сны и размышления о своём поведении. Я надеюсь, что, вступив на путь осознанного тела, вы поймёте, что части вашего «я», кажущиеся наиболее уродливыми, наиболее запретными и болезненными, больше всего нужны вам для актёрской игры. Они требуют самовыражения. В то же время вы будете развивать наиболее привлекательные и человечные аспекты своего «я». Многие актёры считают этот процесс раскрепощающим и полезным в профессиональном плане.